Вот данные из регистрации, то регистрации, что у нас на конференции, вы понимаете, да? У нас здесь есть представители, ну, в первую очередь, Россия, Украина, Армения, Молдавия, Латвия, Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Киргизия и дальние зарубежья, Германия, Польша, что же есть представители, его зарегистрированы, США, Эстония, Израиль. Может быть, кого-то не вызвал, братья Владимира, скажите, мы объявим, что есть представители вашей республики или страны. А сейчас епископ из Молдовы, брат Игорь Гладов. Пожалуйста, брат Игорь, где он находится у нас здесь, слава Богу. Слава Господу. Слава Господу. Я хочу передать сердечно-христианское приветствие от нашего братства, братства Молдовы. В частности, от брата Петра, Борща и Виктора Павловского. А также от всех церквей Молдовы. Когда есть возможность говорить, приветствовать, когда есть возможность обращаться, не знаю почему, но наполняет какое-то состояние. Я понимаю, что сзади находятся братья, которые прошли тюрьмы, братья, которые прошли страдания. И я человек, который пришел, конечно, за несколько лет, еще до перестройки. Я сегодня должен говорить, должен учить, должен что-то, может быть, кого-то наставлять. Это одно. Второе, говоря русскоязычным, мне немножко сложновато, потому что я не русский. Но я хочу просить, чтобы вы молились и просили Господа, чтобы Господь благословил. Понимаю, что однажды мне придется предстать перед моим Господом. И я знаю, что когда я предстану пред Ним, один из вопросов будет, что Ты сделал для меня. И что я могу сказать, чем я могу похвалиться, чем можно перед Богом оправдаться. Я знаю только одно, что однажды мне придется ему сказать, Господи, я Тебя полюбил. Я Тебя полюбил. И полюбил не потому, что меня, может быть, мама или папа толкнул на то, чтобы я стал верующим. Полюбил не потому, что, может быть, кто-то из близких или родственников. Да, кто-то молился за меня. Я свидетельствовал, что мои родители учителя, отеисты, отец коммунистом был. Поэтому из семьи моей меня никто не толкал к Господу. Но я полюбил потому, что однажды меня пригласили в собрание, это был 85-й год. И тогда Бог проговорил ко мне, находясь там сзади. Бог сказал, выйди и покайся. И это был тот момент, который поменял мою жизнь. И ту битву, которую я ввел, ту борьбу, которую я ввел, понимая, что я неправильно живу. Вдруг я понял, что побеждена. И не моими усилиями, не моими стараниями это совершил Господь. Слава нашему Богу. И сегодня я хочу прочитать и говорить именно о том, что мы перед Богом ничего никогда не сможем сказать Ему, что вот я что-то сделал для тебя. Если я там отдаю часть своих доходов Господу, это Его, это не мое. Если я еще что-то делаю, это Он мне дает силы, здоровье. Но как я люблю, от этого зависит все остальное. Я хочу прочитать одно место, которое записано в Послании к Ефесянам, в 3 главе, с 14 стиха, где написано, «Для сего преклоняя колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться в Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любого к Истову, дабы нам исполниться всей полнотою Божией. Слава вашему Богу! Апостол Павел обращается и говорит в церкви в Ефесе, и он говорит, что он преклоняет колени перед тем, кто нашел его в этом мире. И он также молится и просит в Ефесскую церковь, просит тех людей, которые там пришли к Богу через его проповедь, через его свидетельство, и он обращается к ним, и он говорит им, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть. И он дальше говорит, и уразуметь то, что кажется невозможно уразуметь, уразуметь превосходящее разумение любого к Истову, уразуметь то, что кажется, ну как это возможно, за что, чем я заслужил, что произвело в Боге по отношению ко мне, что я сегодня стою на этом месте, уразуметь. И он здесь описывает, чтобы постигнуть со всеми святыми, что широта и длина и глубина и высота, что бы уразуметь, что есть то, к чему должен каждый христианин стремиться. И это то, чем уже сегодня, братьями, подчеркивалось. Мы должны любить, любить братство, любить всех тех, которые нас окружают, любить и искать, чтобы не просто так, но понять, что есть определенные параметры, есть то, в чем развивается наша любовь. Когда мы читаем в послании к Фессаленкидсам, в третьей главе, Павел пишет, Господь же да управит сердца ваши в любовь к Божью. А в другом месте, во втором послании Коринфина, в шестой главе, написано, что сердце наше расширено. И он обращается к этой церкви, и он говорит, распространитесь и вы. Что значит широта? Это когда ты можешь вместить в сердце свое того, которое может быть и не сильно подходит, как часто бывает, мы смотрим на человека и определяем по каким-то признакам, по каким-то критериям нашим, вместить его в свое сердце или не вместить. Апостол Павел говорит, что нам тесно, а для вас сердце наше, оно расширено, и вам не тесно. Вам не тесно, почему? Потому что мы принимаем, мы открыты для вас, и вы можете находиться. Поэтому широта Божьей любви, она выражает, насколько ты расширил свое сердце, насколько ты распространился для того, чтобы принять того или другого в сердце свое. Иногда я сталкиваюсь с церкви, я его не могу любить. Он и начинает или по национальности перечислять, или там его другим каким-то не могу любить. И если может быть то, что иногда я не думаю, так можно любить. Если он прошел там такое, как можно любить, если он тебя несколько раз уже обманывал, как можно любить, если он тебе делал зло. Но Бог хочет, чтобы мы расширили сердце свое, чтобы мы распространились и могли вместить. Когда-то апостол Петр, после того, как Иисус Христос сошел с креста, когда Он воскрес, после того, как они уже встречались с Ним, и написано, Петр и другие еще ученики вместе с Ним пошли ловить рыбу. И когда они находились там, к ним пришел Иисус, слава нашего Бога. И Иисус, Он обратился к Петру. Словами, которые в русском языке, в русской Библии, они описаны в двух выражениях. В румынской или в молдавской Библии, они описаны в трех. Там, где написано, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? И в молдавской, в румынской Библии написано, паси ягнят моих. Потом паси овечек моих. Потом паси овец моих. И это обращение не только к Петру. Я думаю, что это обращение, оно ко мне, как к служителю. Оно обращение и ко всем нам, которые присутствуют здесь, на этом месте. Бог нас призывает. И можно задать вопрос, Господи, сколько времени? А как это долго продлиться? Но Христос говорит Петру, иди за мной. Иди. И Он, как сегодня было подчеркнуто здесь, браком передо мной, Он хочет от нас этой жертвы. Но Он хочет, чтобы мы вложили что-то в эту жертву. К большому сожалению, есть те, которые они так некогда... Давид, вернее, пророк приходит Давиду и говорит ему эту притчу за ту овечку, которую взял у бедного человека и дал, и принес в жертву, да, и там принес в гостям своих бустил, то мы иногда хотим жертвовать, но только не прилагая усилий. А Слово Божие желает от нас. И я хочу сказать, что жертвы, которые нам ничего не стоят, они Богу не нужны. Брат говорил об этой жертве. Я хочу сказать, что мы должны стремиться к тому, что мы жертвы, но эти жертвы, они должны что-то стоить нам. Если они нам ничего не стоят, если они просто так, то мы делаем что-то. Бог хочет, чтобы мы прилагали усилия. Бог хочет, чтобы мы, преодолевая препятствия, достигали ту цель, которую поставил перед нами Господь. Что Бог хочет? Когда мы, бывает, находимся в каких-то трудностях, обстоятельствах или кто-то находится, то мы знаем, как по отношению к моей трудности обращаться. Но когда кто-то другой, то иногда мы забываем, что нужно приложить что-то. Читаем книгу Иезекииля, где в 47 главе описана история, и там написано за эту воду, которая течет из-под порога храма, и он заходит по щитоватку, заходит по колено, по пояс. А Бог хочет, чтобы мы так углубились в любви Божьей, чтобы мы так углубились в благодать Божьей, чтобы мы так находились в таком состоянии, чтобы Бог мог через нас совершать свою работу. Когда на днях, во вторник мы готовились, я лично готовился к тому, что знаю, что придется здесь проповедовать, и вечером около 11 вечера готовился к этому служению. Изводит мне сын и говорит, папа, молись, потому что с его сыном, с моим другом плохо. Ребенок бежал, 8 лет, ударился и разрыв селезенки. Положение критическое. Врачи говорят, не знаем, что делать. Сделали УЗИ. И мы с женой несколько часов, пока шла операция, мы находились в молитве. Мы знали, что нам делать. Мы знали. Если врачи не знали, то мы знали, что у нас есть тот, который может помочь. Слава Богу, сегодня я звонил, сын говорит, что ребенка должны перевести с реанимацией уже в палату. Но я что хочу сказать? Я себя думал. Вот я знаю, что мне делать, потому что это мой внук. Но отношился я так с таким же рвением, с таким же дерзновением. И делаю я так же, это может быть кто-то. Не мой внук, не мой сын, не мой близкий, но кто-то. Так же я скажу, так же я молюсь, так же я стремлюсь. Бог хочет, чтобы мы поняли, насколько Божья любовь, она имеет эти параметры. И Он хочет, чтобы мы и в ширину, и в длину, и в глубину, когда нужно склониться, нужно молиться, нужно нуждаться при Боге, меня, может быть, не касается. И, как на Украине говорят, моя хата с краю. Но Бог хочет, чтобы я знал, что не может быть с краю. Я должен быть там, где Богу угодно. И жертва, которая, она, меня ничего не стоит, она Богу не нужна. Бог хочет от меня, чтобы она что-то меня стоила. И последнее, что я хочу еще сказать. Знаете, мы приходим к Господу, и, как люди, которые, сегодня было сказано, о том, что подороганные, люди, которые исполнены благодати Божией, люди, которые любим, чтобы было пророчество, любим, чтобы были откровения. Но я хочу сказать еще, мы должны знать, что высота Божьей любви, она выражается в том, что эти откровения должны быть у нас, у самих. Апостол Павел находится на этом корабле, и уже оказалось, исчерпано все, выкинули, выбросили все, уже, но победы нет. Но он встает посреди этих, находящихся там, и он говорит, ангел Бога явился мне, никому-нибудь мне явился, и сказал. Я хочу сказать, что мы должны сами иметь эти откровения. Я не имею в виду, может быть, что-то великое, но водительство Божие в нашей жизни. И вот это отношение с Богом, на этой высоте Божьей любви, чтобы оно пребывало в нас. Бог хочет. Помню, когда в 92-м году мы строили колледж, и началась война, и Виктор Иванович искал, и думали мы все, что делать, потому что стреляли, разрывались снаряды, что делать? Виктор Иванович стал молиться, и вышел, и говорит, Бог сказал мне, обойдется малой кровью, будем строить. Как хорошо, когда есть тот, кто может с тобой говорить, но для этого ты должен быть исполнен ему любовью. И эта любовь, она должна быть во всех тех параметрах, которые прочитаны. Ему да будет слава в обеде. Аминь. Аминь.